Начинается встреча в Челябинске и этот матч обслуживает Виктор Гашилов, пермский арбитр Неслав Раминг. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдает Виталий Магранов. Состав Бориса на ваших экранах. И состав трактора, где Андрей Николишин поменял сразу четверых игроков по сравнению с предыдущей. Строну Кокуева. Кокуев отличился в игре против Авангарда. Красивую шайбу оформили на пару с Александром Рыбаковым. После, правда, спросили Николишина, считаете ли вы их звено лучшим. Ох ты! Какая залетает! И неужели там Семен Кокуев с пятачка подправил. Саганбаев призывает своих проснуться. Трактор давно разбужен. Ну смотрим, наброс Рыбакова действительно подставляет свою клюшку Кокуев. Идет видеопросмотр, но тут, мне кажется, нечего смотреть именно, что клюшки сыграл Кокуев. Понятно, что для протокола Борис попросил этот момент еще раз разобрать видео арбитра. Но я, честно говоря, вот с тех повторов, что мы видели, не вижу ни одной причины для отмены. Подождем. Подождем решение. А, все-таки в конек. В конек попала шайба. И теперь вопрос, посчитает ли видео арбитр этот эпизод. Как явное движение ногой в сторону ворот. Я предположу, что эту шайбу засчитают. Приехал Ружечка. Активно сыграл шайбу. Отобрал Рыбаков. Защитнику наброс. Рикошетит шайба. И моментище паре забивает. 2-0 в пользу трактора. Вот такой рикошет от Ружечки. И там шайба-то на ребре. По-прежнему стояла паре так махну клюшкой в дальний угол, выцеливая. И попал здорово. Вторая передача у Рыбакова. Давыдов также записывает на свой счет передачу. А автором шайбы становится. Время потянул. Это сейчас важнее. Это принципиально. Семенов мощно заряжает. Демченко отбил перед собой. Далеко выкатился. Голкипер трактора. Шайба не прижата. Гол. Краснослободцы. Выцарап. Слишком далеко Демченко выкатился. Покинул вратарскую площадку. И там Краснослободцев оказался расторопнее всех. Четыре игрока в черной форме. Два игрока в белой. Вот не считая все вратаря. И Краснослободцев здесь оказывается самым расторопным. Важный гол для Бориса. И потому что реализовали большинство. И, конечно, в первую очередь. Потому что отквитали один гол. Совещаются. Старт шайбу откинул. Но она досталась трактору. Бросок. И в атаке концовку матча встречает трактор. Пистунов этот корпус выставляет. Он даже не думает о том, что делать дальше. Потому что вот она, сирена. И трактор одерживает победу. После двух проигранных матчей три очка зарабатывают подопечные Андрея Николишина. И сегодня зарабатывают по делу. Победа в основное время. Концовочка тревожная. Но все-таки не настолько, чтобы переживать за исход этого матча. Благодарят полевые игроки Василия Демченко, у которого...